Йоу, дорогие друзья, всем привет! С вами, как всегда, Данте. Продолжаются наши приключения на проекте Arizona Rollieplay Saint Rose. Если 100, друзья, я вас всех приглашаю играть вместе со мной. Указывайте мой ник при регистрации DanteMedi, если что, он есть в описании. И при достижении третьего левела получайте сразу 300 тысяч вирта от меня. Ну и, конечно же, давайте подведем итоги конкурса на 700 рублей. Вы все-таки набрали 1000 лайков под прошлым роликом, за что я вам говорю огромное спасибо. И вот он, он победитель. Этот самый парень написал комментарий, который выбрал рандом. И поэтому он как бы заработал себе на несколько обедов в школе. Ну а если вы и так же хотите заработать 500 рублей просто за то, что вы напишите свой какой-либо комментарий, то пишите обязательно. Может быть, даже не один комментарий получится у вас написать. И в следующем ролике, возможно, мы выберем именно тебя. Желаю всем приятного просмотра. Погнали! Друзья, в общем, сегодняшний день начался у меня не очень хорошо, потому что я зашел к себе как бы на аккаунт, решил поиграть, может быть, провести стрим с нашей лотереей. Но потом я прописал команду Slash House и понял, что я не живу ни в одном из домов. И это как бы безумно обидно. То есть у меня просто мои два дома слетели, которыми я очень хорошо пользовался. Как бы в одном из этих домов я поменял интерьер и делал его достаточно долгое время. Готовился. Как бы это была моя очень интересная идея. Но все-таки я не заплатил налоги. И поэтому домик мой слетел. И я начал себе искать новый дом. Я начал ездить по всяким разным местам. Допустим, всякие там Вайнвуды, Нью Айленд, остров. Там, где всякие такие элитные прям дома, которые стоят по 50 или 95 миллионов. И нашел я один очень, прям вот очень интересный экспонат. Очень интересный домик, который, я думаю, что мало кто видел когда-либо. Потому что он находится в Нью Айленде. Точнее, даже в конце Нью Айленда. И там имеется небольшое количество домов. Поэтому, как бы, особо туда никто не приезжает. Потому что никому не интересно, мне кажется, покупать дома за 95 миллионов. Но, как вы уже поняли по названию этого ролика, парни, что я поехал в Нью Айленд. И нашел дом самого Винсента Диларенди. Ну, или просто Дилароза. Который снимает также свои видео на Аризоне РП Сейнт Роуз. Вот они, друзья. Вот они, эти особняки. Эти самые особняки, которые стоят вообще просто бешеных денег, парни. Давайте просто я вам покажу рандомный домик. Вот такой вот просто маленький микродом, который находится на отдельном острове. Который специально ставили администраторы. И он стоит 95 лямов. Конечно, если у вас есть скидочный талон, то он будет стоить в два раза меньше, насколько я знаю. Да, но все равно, типа, блин, за 40 с лишним миллионов покупать такой вот домик маленький. И, ну, это какое-то просто издевательство над собой. И все-таки где-то здесь находится тот самый дом. Тот самый дом Диларенди, который я нашел. Но сейчас я его что-то как-то потерял. Кстати, вот, смотрите. Домик стоит 50 миллионов. Это уже, как бы, более-менее нормально. Если со скидочным талоном, то 25. Тоже, как бы, неплохо. И на самом деле этот остров я открыл для себя достаточно недавно. То есть я о нем очень много времени, как бы, не знал. Я не знал, что есть такой вот мост. Где, блин, дом Диларенди? Он что, его продал, что ли? Так, друзья. В общем, я сейчас достаточно долго искал дом Диларенди, да. Потому что он находился вот на этом месте. Но сейчас оказалось, что его дом просто-напросто слетел. Я докажу вам это все на скриншотах. То есть это никакая не подделка. Это реально дом Диларенди, номер дома 850. Сейчас, как бы, как мы с вами видим, дом Диларенди слетел. Кстати, так же, как и мои два дома. Потому что за свои два дома, которые у меня имеются на аккаунте, я регулярно плачу. Потому что я играю уже практически полтора года на Аризоне. И знаю толк, как бы, в оплате этих самых домов. Давайте зайдем в гараж. Может быть, здесь остались тачки Диларенди. Хотя, блядь, он же не в сети. Я же дурак. Просто-напросто, друзья, случилась какая-то вообще неразбериха с сервером Аризона. И какие-то дома серьезно слетели. То есть мне на стриме люди писали, что реально дома слетают. Был какой-то откат сервера, что-то там еще. И неважно, платил ты или не платил. Все равно какие-то дома слетают. И, походу, дом Диларенди тоже слетел. Лол. Но все равно я хотел его показать. Я вам покажу. Потому что интерьер здесь очень интересный. И, на самом деле, вот эту вот инту я не видел нигде. То есть здесь есть и балкон, и как бы чего тут только вообще, блин, нету. Жалко, кстати, что нельзя вот сюда вот прилететь. Типа каким-нибудь, не знаю, эйрбрейком вот так вот прилететь на этот балкон. Блин, а это, кстати, мысль. Но читерить на Аризоне нельзя. Такой вот, в принципе, друзья, домик у Диларенди. То есть, сами видите, интерьер достаточно интересный. Я думаю, что он сам его покупал. На самом деле, я не помню вот такого вот интерьера. То есть, когда я себе ставил ремонт в доме, делал ремонт в доме, выбирал себе инту, я вот такой вот, честно говоря, не видел интерьер. И все-таки что-то мне подсказывает, что это я просто не увидел. Потому что думать, что этот интерьер сделали админы, ну, это, конечно, вряд. Тем более, если бы этот интерьер сделали бы админы, то за этим домом присматривали бы лучше, чтобы он не слетел. Потому что все-таки это админский труд, и вообще все там старались бы. Поэтому я просто думаю, что это обычный, самый обычный интерьер, который можно купить любому игроку. Сейчас, друзья, будет такое небольшое лирическое отступление. В принципе, хотелось бы просто с вами поговорить на тему того, что происходит сейчас на Аризоне Сейнт Роуз. А именно, какие-то проблемы с администраторами, то есть, какие-то недопонимания. Админы ушли, сливали гетто, что-то такое. То есть, если что, эти ролики вы можете посмотреть на канале Самп Китчен и у Эрнеста Шоу. Они вам подробно могут объяснить, что там вообще происходило на Сейнт Роузе недавно. Но, к сожалению, вот эта вот новость обошла меня просто стороной. И я серьезно узнал об этом, то, что вообще произошло совсем недавно. И я не буду говорить, как я к этому отношусь, кто прав, кто виноват. Потому что я не был свидетелем этой самой ситуации, которая происходила. Там кто-то читерил в гетто, админы ушли. В принципе, там реально сливали гетто, там банили аккаунты. И тому подобное. Просто вакханалия какая-то происходила на серваке. И сейчас, друзья, я думаю, что ситуация эта окончательно уже закрыта. То есть, она длилась какое-то там время, несколько дней. Все это вот происходило. Там какое-то выяснение отношений было. И, кстати, друзья, сейчас недавно появился еще один конфликт. Одного стримера и ютубера. Я думаю, вы прекрасно понимаете, о ком я говорю. И вот к этой вот ситуации я вообще просто не могу ничего сказать. Потому что, если я скажу хоть какое-то вообще там слово, свое мнение, то его мало кто воспримет. И просто, я не знаю, там накрутят дизлайков. Сделают меня, не знаю, виноватым. Меня сделают крайним. И просто начнется литься хейт в мою сторону. Но, друзья, серьезно. В этой ситуации, конечно, есть некоторая вина того человека, в сторону которого вообще снимали это видео. Даже не одно видео, насколько я знаю. Но и сам зачинщик конфликта особо умом не выделяется. В принципе, сейчас произошло очень много новостей в Сампе, на Аризоне. Какие-то конфликты, разборки. И почему-то я всегда остаюсь как бы в стороне. И вот так вот я решил не записывать отдельное видео, чтобы вы не думали, что я там решил захайпиться. Я просто в этом видосе, просто вот в обычном своем видео, решил вам рассказать вообще, что я думаю по этому поводу. А на самом деле, на деле-то я и ничего не думаю. Потому что я думаю, что ютуберы, стримеры по Сампу, это одна целая, в принципе, семья. И я думаю, что мы должны держаться друг за друга. Потому что у нас с ютуберами есть одно общее дело, которым мы занимаемся на протяжении нескольких лет. И сейчас наше вот это вот, можно сказать, детище, над которым мы трудимся и постоянно каждый день выходит по 5, по 15 роликов по этой самой игре 2003 или 2004 года. И эта игра до сих пор держится на плаву. Поэтому я все-таки считаю, что никаких конфликтов быть у нас не должно. Вот такая вот моя точка зрения, друзья. Я не знаю, надеюсь, что вы сейчас слушаетесь мои слова. Вообще поймете мою логику, мое мнение. Спасибо всем, друзья, за просмотр. Я надеюсь, что у вас все будет хорошо. Ждите следующих роликов. Сейчас я их постараюсь делать как можно чаще специально для вас. И, конечно же, не забывайте про наши розыгрыши. Спасибо всем, друзья. С вами был Данте. Всем пока-пока.